В операции принимали участие сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Брестского обл. сполкома, Березовского и Московского районных отделов милиции, а также военнослужащие ВЧ-7404 из Баранович. Вначале был задержан житель Пружанского района, в автомобиле которого в пачке сигарет находилась марихуана. На следующий день был задержан 40-летний житель Березы. И в этот же день на въезде в Брест был задержан 35-летний брещанин. У мужчины также имелась марихуана. В рамках проведенного расследования было установлено, что все трое были покупателями одного сбытчика, ранее судимого 36-летнего жителя Березовского района. В его доме правоохранители обнаружили более 4 килограммов марихуаны, а также 12 грамм гашиша. Так как у мужчины за плечами уже имеется судимость, в этот раз срок наказания может быть максимальный. До 15 лет лишения свободы. С начала года на территории Брестской области следователями за незаконный оборот наркотиков возбуждено 112 уголовных дел, причем 33 факта по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждый полученный в результате задержания образец проходит комплексное исследование, а их только за 4 месяца этого года экспертами области проведено порядка 230. Из всего перечня наркотических средств и психотропных веществ львиная доля исследования наркотиков растительного происхождения, таких как марихуана и гашиш. В нашем управлении за 4 месяца текущего года проведено порядка 230 экспертиз наркотических средств и психотропных веществ. Из них большая часть относится к наркотикам растительного происхождения, порядка 148 экспертиз. Хроматомас-спектрометр, который имеется у нас в Бресте, также в Пинске, в Барановичах, способен улавливать количество вещества порядка нанограммов и меньше. Нанограммов, микрограммов примерно такое. То есть количество вещества, которое не видно глазу. Сегодня эксперты Брестской области имеют все возможности для проведения самых сложных исследований в достаточно сжатые сроки. Когда следствие нуждается в оперативном установлении истины, их деятельность не ограничена рамками рабочего дня, чтобы преступление не осталось без наказания.